Всем привет, сегодня будет видео про мой бизнес, а именно я вам расскажу сколько я заработал в самое время владения данным бизнесом, окупился он, не накупился там и так далее. И покажу текущую финку на сегодняшний день. От вас я конечно хочу увидеть активность, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод ПАЛКАНОВ на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Но я вам в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, всех обнял приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, вот тот самый бизнес, про который сегодня пойдет речь. Это СТО в городе Арзамас, который я купил 5 месяцев назад, а именно 17 января я себе приобрел данный бизнес за 2 миллиарда. В данный момент он стоит других денег, то есть я думаю где-то около 4 миллиардов можно будет его продать. То есть грубо говоря за полгода бизнес подорожал в 2 раза. Я считаю то, что СТО это самый интересный бизнес, потому что там можно делать разные приколы со своим автомобилем. Это занижение, развалы, тонировка, фары, чип ставить там и так далее. То есть это самый такой интересный и самый прибыльный бизнес. Ну что ж, теперь давайте поговорим про финку. Средняя финка, я так посмотрел, в день это 4 миллиона. Ну это такая средняя финка, если мы так посмотрим, финночку так полистаем, то в среднем финка 4 миллиона в день. В месяц это получается 120 миллионов, а за все время, то есть за 5 месяцев, это получается 600 миллионов рублей. То есть цифра довольно-таки большая на самом деле. 600 миллионов это за 5 месяцев, это за все время, что я владею этим бизнесом. Если мы так почитаем, то примерно за 2 года, возможно быстрее, я полностью окуплю этот бизнес. То есть бизнесы это самое лучшее вложение, потому что каждые полгода бизнесы дорожают. И вы это все прекрасно понимаете, кто давно играет на проекте. Потому что бизнесов как бы не особо много, на весь сервак наверное 30 бизнесов, возможно даже меньше, я точно не знаю. Вы сами понимаете то, что все хотят зарабатывать. Ты покупаешь бизнес, тебе просто бабочки капают, как бы ты при этом ничего не делаешь. Да, ты потратил там миллиард, 2 миллиарда, 3 миллиарда. Но потом ты эти деньги себе вернешь и начнешь уже зарабатывать с чистого листа, так сказать. Будешь зарабатывать чистую прибыль. Но есть такой вариант, что ты просто покупаешь бизнес, держишь его там месяц, 2, 3 и можешь продать его на 200 миллионов дороже, на 500 миллионов дороже, на миллиарда уже понимаете. То есть бизнес это самое выгодное вложение. Главное просто подождать и вовремя потом его продать. Ну и теперь давайте более подробно рассмотрим финку. То есть я бизнесом на самом деле так хреново занимаюсь, у меня часто нету продуктов. Но в этом плане буду справляться. Так что можете если что ко мне приезжать. Сегодня вообще не было продуктов, я вот сегодня завез. Вчера финка 3.5, поза вчера 7 миллионов. Здесь финка лям 800, тоже не было продуктов. 2.6, 2.9, 3.4, почти 16 миллионов. Это на самом деле мой рекорд, потому что когда я купил, у меня максимум финка была 12 миллионов. А здесь у меня просто почти было 16 миллионов рублей. Так же помимо того, что я хочу вам показать финку, которую я вам уже показал, мы обсудили сколько я заработал за все время. Так же я хотел бы поделиться своими мыслями по поводу того, что можно сделать в СТО. У меня есть несколько идей, которыми я с вами хочу поделиться и возможно в будущем это добавят. Первое это возможность менять интерьер в СТО. Не знаю зачем, но мне кажется то, что идея будет реально прикольная. Чтобы сами владельцы СТО могли выбирать себе интерьер, который они хотят. Допустим пусть сделают три варианта. Интерьер можно будет менять в риэлторке. Как раз и финка будет в риэлторке. И владельцы СТО смогут преобразить свое СТО. В внешней как бы я думаю смысла нету. Но внутри я думаю было бы интересно, если можно было бы поставить там другой интерьер. Возможно как-то что-то там переделать там и так далее. Я считаю это было бы реально очень круто. Следующее, что бы я хотел, чтобы добавили, это возможность изменять звук автомобиля. То есть звук выхлопа. То есть вы заряжаете в СТО и там будет у вас получается несколько вариантов звука вашего автомобиля. Чтобы вы могли сделать звук, который нравится вам. Чтобы там были отстрелы какие-то, попкортом и так далее. Я считаю то, что это возможно сделать. Звуки на машинах особо там кардинально не различаются. То есть есть там дефолт какие-то звуки на одной машине, на второй, на третьей. И реально было бы круто, если вы могли хотя бы немножко там изменять звук автомобиля. Как вы хотите. Следующее, то что я хотел бы увидеть, это весы. Нам уже их в принципе показали. То, что будут обвесы. Я снимал об этом отдельное видео. Кто не видел, можете посмотреть у меня на канале. То есть в будущем обновлении, даже в ближайшем обновлении, выйдет обнова, в которой можно будет ставить обвесы. Это уже добавят. Как бы об этом говорить уже не буду. Просто ждем обнову. Следующее, чего не хватает, это я считаю диски. Как бы да, там есть несколько вариантов. Около 10, возможно больше. Но эти диски, во-первых, приелись. Во-вторых, хочется уже видеть новые диски. И чтобы их было больше. Следующий тюнинг, который я хотел бы, чтобы добавили, это менять цвет нитро. Мы можем менять цвет автомобиля. Мы можем, возможно, в будущем менять цвет фар. И было бы круто, если можно было менять цвет нитро. Потому что у нас, допустим, есть машины из Форсажа. Там розовая, есть Мазда. Много разных автомобилей, тоже прикольных. И было бы круто, если можно было там нитро сделать розового цвета, либо красного цвета, голубого, синего, зеленого и так далее. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это чтобы добавили больше различных винилов на автомобиле. На все просто автомобили, чтобы было там 10 вариантов. Да, я не спорю, сейчас тоже есть винилы, но они тоже как-то приелись. И хотелось бы больше выбора, больше вариантов на различные автомобили. Потому что, допустим, на ту же там М5, F90, на Е60, на Мерседесы нету достойных винилов. Вот эти все анимешные винилы, они, конечно, прикольные. Но хотелось бы что-то посерьезнее, что-то поинтереснее. Поэтому надеюсь, что в будущем винилами тоже займутся и добавят на все автомобили и побольше и поинтереснее. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и напишите, как вам, в принципе, нормальная финка для такого бизнеса или нет. И также можете написать, что бы вы хотели видеть в будущем для тюнинга автомобиля. Все, всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.